И вы знаете, что бы ни говорили, все-таки все самое лучшее, что произвела Россия, я не про кокошники сейчас, и как раз то, что нам досталось из азиатского периода, из азиатской части нашей истории, но все, чем мы гордимся, это все все равно последствия и плоды европейского пути развития России. И мы можем много говорить про Китай, хотя тут тоже очень неоднозначно все, мы можем говорить про то, что вот наши главные партнеры Белоруссия, Средняя Азия и так далее, но больше 50% российского экспорта и 60% российского импорта это Европа. Мы тесны как экономически, так и культурно, мы часть большой европейской айкумена, и Европа нам нужна, и мы нужны Европе, поэтому сколько угодно поворачивайтесь на восток, но про Европу не забывайте. Тем более, что для Китая мы, особенно в нынешней ситуации, не более чем поставщик ресурсов, и младший партнер, и хорошее отношение с американцами, для китайцев куда важнее, чем экономические связи, 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией, даже сейчас меньше. Вот, и нас они используют исключительно как место в Совете Безопасности Европы дополнительное, и где идут даже, наверное, в русле принимать российских решений, они традиционно очень аккуратные в международных делах, не лезут. Мирное возвеличивание, сначала ставим таким же, как Соединенные Штаты, а потом начнем весь мир учить. Вот этого понимания в России, к сожалению, нет. Мы слишком быстрые, мы немножко почувствовали себя уверенно, и тут же стали весь мир, так сказать, решили поставить на колени. Это неправильно, посмотрите на китайский путь. Они начали тогда же, когда и мы. В 89-й год, события на площади Тяньаньмэнь, 91-й год в России. 25 лет, и те, и другие. Разница на лице, как говорят. Все потому, что Дэн Сяопин, в отличие от Владимира Владимировича, который сказал контрсанкции, санкции, которые по большому счету в подавляющем количестве случаев нанесли только удар по собственному населению, никаким инвестициям за импортозамещение и так далее не привели. Потому что импортозамещение, это еще и технологии, это и дешевые финансовые ресурсы и так далее. Дэн Сяопин все сделал наоборот. Когда Китай был, так сказать, окружен санкциями в 89-м году, он сказал, нет, все к нам, ребята. Нулевые налоговые пошлины, в любая помощь государства для иностранных инвесторов, то, сё, пятое, десятое. Что мы сейчас видим? Американцы не в состоянии влиять на Китай, они настолько две экономики тесно переплетены, что обе супердержавы должны учитывать, так сказать, мнение друг друга. Вот и все. И это на десятилетия, если не на столетия вперед. Мы просто ведем себя глупо, на мой взгляд. Продолжение следует...